В последние годы специалисты отмечают тенденцию задержки развития речи у современных детей. Еще пару десятилетий назад дети начинали говорить раньше, нежели их современные сверстники. Тому причиной несколько факторов, к основным из которых относятся ухудшение экологической обстановки, осложнение при родах проблем на течение беременности. Отмечается, что всего лишь 2-3 ребенка из 10 для своего возраста говорят хорошо. У других наблюдаются некоторые проблемы развития речи, происходят различные задержки. В детском саду номер 35 сегодня работают 2 логопедические группы, которые посещают более 30 ребятишек. Проблемы с речью у детей здесь решают комплексно. Воспитатели и медики планируют распорядок дня, в который помимо общей оздоровительных входят специальные упражнения, призванные помочь ребенку преодолеть проблемы с речью. Через игровые упражнения учим детей, красиво все это выполнять, разговаривать и говорить. Одно из необходимых упражнений – артикуляционная гимнастика. Гимнастика для язычка, которым ребятишки старательно изображают то движение качелей, то ход стрелок часов. Очень важен комплекс пальчиковой гимнастики. На кончиках пальцев расположены речевые зоны, поэтому необходимо уделять внимание подушечкам. Сидит белка на тележке, продает она орешки, лисички-сестрички, воробью-синички. В комплекс любимых игр входит и оздоровительный массаж. Кстати, вообще, чтобы ребенок заговорил вовремя и не имел проблем с речью, массировать его пальчики рекомендуют с первых месяцев жизни. Чтобы не зевать, а звуки встали и потели руки, а потом ладошкой лоб, хлоп-хлоп-хлоп. Щечки заскучали тоже, ну и их похлопать можно. Обязательным элементом игровых занятий являются упражнения на дыхание. Дети слушают свое дыхание, подчиняют его общему ритму. С развитием речи у детей тесно связана мелкая матурика, поэтому достаточно много времени уделяется настольным играм, собиранию мозаики, пазлов, конструктора. Дети лепят из пластилина, раскрашивают лексические картинки. Ребятишки в этой группе много и с удовольствием читают наизусть. Прежде всего, это, конечно, потешки и прибаутки, отличает которые краткость, четкий простой ритм и яркие образы. Я очень хорошо помню некоторые считалочки из телька. Аты-баты шли солдат, аты-баты на базар, аты-баты что купили, аты-баты самого. Моя любимая считалочка – хотелось апельсинка по имени Инка. В школу не хотела, двойку получила, а когда пошла гулять, получила цифру пять. И, конечно, они мучат стихи, что помогает не только преодолевать речевые проблемы, но развивает память, чувство ритма, образное мышление. Опустил скворечник, у реки не птицы, речи на деревьях, тоже не сидит. Целый день сегодня все речат, речат, видно, тоже в Африку речать хотят. Медики напоминают, с первых месяцев жизни ребенка родителям необходимо быть начеку и помнить, что их малыш к двум годам должен уметь строить самые простые фразы, например, «папа, иди», «мама, дай» и прочее. Задержкой считается тот факт, если ребенок в три года не связывает фразы, пользуется 10-15 словами. Если родители беспокоят проблемы развития речи, необходимо обследоваться у таких специалистов, как педиатр, невролог, которые могут дать направление к логопеду. Именно при комплексном подходе к проблеме можно наиболее эффективно ее решить. Воспитатели же отмечают и тот факт, что если малыш постоянно в течение двух лет посещает логопедическую группу, в школу он пойдет подготовленным и в большинстве случаев без проблем с речью. Наш Дерезин! За тебе я помогу и здоровья берегу!